Детский уголок в приходе преподобного Серафима Саровского почти никогда не пустует, а сегодня и вовсе. Полон двор юных и самых маленьких гостей. Клоун Митя, Дмитрий Рыкунов, еще в Пермском крае, начал работать в Шапито. Сначала разнорабочим, потом звукорежиссером, смотрел на работу клоунов и однажды решил попробовать сам. В Анапе ремонтирует автомобили, подрабатывает на праздниках. Приглашали в цирк, но пока растет злата, самая маленькая, с этим решили повременить. Мне почти 10 скоро будет. Нам 9, но скоро будет 10. Нечего, вырастим. Клоун котик, дочка Арина, звукорежиссер, 12-летний сын Артем. Жена Ольга, помогает с рекламой и, как говорит сам Дмитрий, муза. Не нужно как-то отклоняться от вообще семейного быта. Обычно люди прятаются за телевизоры, за компьютеры. Я против этого. Я, наоборот, проведите больше с семьей. Потому что в свое время воспитывался в моей тоже большой семье. И, к сожалению, отец нам не уделил много времени, потому что было очень, ну, 90-е годы, было много работы. А сейчас, наоборот, нужно давать детям, на самом деле, общение, игры, настольные игры. Это тоже круто. Так что все в ваших руках. Общаться друг с другом. То есть не сдерживать свои эмоции какие-то, не откладывать все в долгий ящик. А если что-то, а есть какие-то недоразумения, недопонимания, то сразу же это сесть и поговорить, пообщаться, найти общие точки соприкосновения и решения. Житие Петра и Февронии. Учебник по компромиссам. Князь заболел проказой. Простолюдинка пообещала его исцелить, если тот женится на ней. Не хорошо получилось, князь. Обещали жениться, а сами шаль до побрякушки. А девица там утра и с собой у красна. Хорошей у княгинешкой станет. Плеваю найти. Веру немедленно девицу Февронию. Управляйся за ней. Здесь я. Не надо меня искать. Прости ты меня, девица. За грех мой недостойный. Возьму тебя в жены и в терем свой ведут. Только излечи ты меня от этой проклятой болезни. Оказалось, что Феврония князя попросту недолечила. В итоге стерпелась, слюбилась. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг. Скончались в один день и час. Еще в 16 веке православная церковь причислила их к лику святых. Основная мораль – взятые обязательства необходимо соблюдать при любых обстоятельствах. Как мы называем человека воином, который нарушает присяду. Верность родине нарушает. Он предатель, он дезертир, он достоин всяческого наказания и со стороны закона, и со стороны общества. То же самое должно возродиться и в обществе по отношению к изменникам, изменникам в супружестве. По словам отца Александра, в измене мало покаяться. Важно сделать вывод, чтобы не повторять ошибки. Семья – это не только личные амбиции и интересы, но и судьбы детей. Именно об этом нужно вспоминать в первую очередь. Александр Ребека Михаил Григорьев. Анапа. Регион.